Сегодня к многочисленному списку званий министра Кудрина добавилось еще одно председатель попечительского совета САФОМ. И уже в статусе попечителя министр финансов с гордостью сообщил, какую золотую жилку сегодня нащупал университет. Целевой капитал – это капитал, который накапливается от спонсоров, он размещается в ценной бумаге, приносит доход, и вот на этот доход осуществляется программа развития университета. Сегодня компания «Алрос» объявила о первом взносе в этот фонд 60 миллионов рублей. Заседание попечительского совета САФОМ проходит впервые. Для ректората событие действительно долгожданное. Начиная с сегодняшнего дня, начинается системная целенаправленная работа со всеми членами попечительского совета по реализации наших общих задач. Сегодня было получено очень много высококвалифицированных рекомендаций, потому что люди собрались в попечительском совете профессионалы высокого уровня. В компании с министром финансов России в попечительском совете САФО еще не один федеральный чиновник из десяток крупных предпринимателей, которые готовы инвестировать в университетские проекты. Особенно после открытия научного центра «Арктика» в стенах этого здания, оборудование, цена которому – 250 миллионов рублей. Центр «Арктика» – это 15 лабораторий. Обычные, на первый взгляд, приборы – настоящая сказка для студента-химика или биолога. Пара секунд, и машина сделает раскладку любого вещества по всей таблице Менделеева. И не случайно, что в институте с этого года будет подготовка вестись по такой специальности, как фундаментальная прикладная химия. Это специалисты, можно говорить, штучной подготовки. И уже есть заинтересованность не только предприятий нашего региона, но и гораздо больших предприятий, это и академических подразделений и так далее, в приобретении таких специалистов. К слову, такое оборудование – редкость и предмет зависти не только для университетов и лабораторий России, но и всего мира. А значит, и специалисты этого центра, студенты Арктического университета, получают уникальную возможность сделать исследование мирового уровня. Василиса Казакова, Алексей Седых, Артем Юдин, Медиа-центр «Сафу», Арктический мост. Продолжение следует...